Вот конфликт, вы вспомнили про Пригожина, конфликт между Пригожиным, ЧВК Вагнер и Минобороны Российской Федерации. Иссяк ли он? Вон Пригожин вообще заявление новое свое, как бы, опубликовал, если так можно сказать, о том, что идеальным вариантом для России сейчас было бы остановить военные действия. Вот насколько этот конфликт сейчас, в каком он состоянии? Этот конфликт присутствует, он никуда не делся. Просто на некоторое время клан Министерства обороны чуть-чуть обрел силу по сравнению с Пригожиным. Но Пригожин вообще является исполняющим обязанности президента Российской Федерации, а также руководителя военной операции, специальной военной операции на территории Украины. Потому что мы ни разу не видели на передовой генерала Герасимова. Мы ни разу не видели на передовой генерала Шойгу. Мы ни разу не видели на передовой Владимира Путина. И поэтому единственный человек, который мы видим на передовой, это Пригожин. Пригожин является исполняющим обязанности президента Российской Федерации. И в этом смысле он, кстати, всем им доставляет огромное недовольство, потому что у него инициатива. Больше того, ему даже для этого не нужно российское телевидение, потому что у него есть собственная медийная империя. И все это дело транслируется через ФАН, Федеральное агентство новостей, в нарушении, кстати, российского законодательства, потому что ни одно частное предприятие не имеет права использовать слово «федеральный», за исключением государственных учреждений. Пригожину все это прощается. Вот в этом смысле, и это показывает, кстати, в этом смысле, что тот, кто берет инициативу, и тот, кто реально ее в поле делает, тот и является человеком, который осуществляет государственную власть. Путин отдал на откуп этим вождущим кланам борьбу, и Пригожин в ней побеждает. Иногда побеждает в медийном пространстве, побеждает на фронте. Другое дело, что Пригожин зависит от Министерства обороны по поставкам вооружений, по поддержке, по артиллерийской поддержке и так далее. И тогда, когда ему такую поддержку Министерство обороны не предоставляет, Пригожин терпит поражение. И тогда, опять же, он не идет к Путину, он выходит просто в медийное пространство и обращается напрямую к российскому народу или к российскому электорату. И, кстати, по этому поводу, это вещь, о которой я уже говорил 6 месяцев, и все ее, по-моему, уже поняли, что Пригожин уже является кандидатом на пост президента Российской Федерации 24-го года. Информация о конфликтах в Российской Федерации регулярно появляется в СМИ, Минобороны и Пригожина конфликт, Пригожина с Кадыровым против Минобороны, ФСБ против Минобороны. Тем не менее, кому выгодно то, что вот эта информация, которая, казалось бы, должна быть скрытой от общественности, или что она все-таки просачивается в СМИ? Это выгодно тем людям, которые делают свою пиар-компанию. То есть она выгодна Пригожина, она выгодна Кадырову, тогда, когда они этим занимались. Вы заметили, что Кадыров исчез сейчас из пиар-пространства, остается Пригожин. Но весь этот бардак, вся эта грызня между кланами различными в Российской Федерации, главным выгодополучателем является Украина и украинские вооруженные силы. Потому что пока все эти кланы грызутся между собой, пока у них нет единого кулака, нет единого командования, нет единого координационного центра, это дает вам возможность лучше вести войну или, скажем так, меньше терять потери. И в этом смысле это выгодно прежде всего вам, в Украине. А такая вот междоусобная грызня для Кремля может чем-то глобальным обернуться? Да, конечно, она может обернуться, если бы в Российской Федерации была политическая жизнь, если бы в Российской Федерации были бы выборы, то Пригожин выиграет эти выборы против Путина даже. Да, точно так же, как Гиркин, если он выставит свою кандидатуру, то он победит Путина. Сейчас Путин вообще не является ни политиком, ни государственным деятелем, ни даже руководителем российского государства. Да, потому что против него уже забит гвоздь в его политический гроб, а именно мандат международного суда в ГАА. Все, Путин закончился. И просто есть его тушка, которая передвигается в Кремле, в Кремле есть его двойники, которые выходят на свет Божий, и есть эта тушка, которая делает вид, что он еще что-то значит в Российской Федерации. Мы уже наблюдаем борьбу кланов по разделу власти Путина после его политической смерти, которая уже наступила давным-давно. А как бы вы прокомментировали информацию о том, что, судя по написанному вот этих якобы слитых, сейчас идет разбирательство по этому поводу секретных документов Пентагона, что Патрушев и Герасимов якобы саботировали вторжение России в Украину? Хотели саботировать. Хотели, да, хотели саботировать. Для меня здесь никакой новости абсолютно нет, потому что я это знал в самом начале, потому что, и все это знали в самом начале, потому что были сливы за три и за две недели до начала военной операции, сливы из генштаба, из вооруженных сил. Этими рупорами этих сливов был полковник Ходоренок и генерал-полковник Леонид Ивашов. Генерал-полковник Леонид Ивашов 31 января 1922 года написал обращение от имени Офицерского собрания Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, вы должны немедленно уйти в отставку как предатель российского народа. Вы хотите начать войну против Украины, она несправедлива, и российская армия к ней не готова. Российская армия эту войну проиграет, и это приведет к распаду Российской Федерации. 31 января 1922 года генерал-полковник Ивашов, начальник, председатель, Координационного совета Всероссийского офицерского собрания. Это был глаз Герасимова и Шойгу против Путина. Но Путин этого глаза не послушался. Это, кстати, был глаз абсолютно реальной оценки обстановки. Больше того, теперь таким глазом дополнение к этим людям, потому что с ними ничего не произошло, их никто не посадил в тюрьму, не заведено никакого уголовного дела о дискредитации армии или Путина. К ним еще прияснил теперь Гиркин, который создал свое политическое движение рассерженных патриотов, и который говорит то же самое. Но вот обратите внимание, они все дают правильную констатацию факта. И за исключением Ивашова, вот Гиркин, там Дудин и там, я не знаю, Малафеев и тот же самый Пригожин, они делают неправильные выводы из этого дела. Потому что Пригожин говорит, надо прекратить войну. Правильно, абсолютно правильно, надо прекратить войну. Просто он говорит, ну надо нам закрепиться на захваченных территориях, их теперь оборонять, врывшись в землю и зубами держать за эту землю. Вот это неправильно. Гиркин говорит, в России не готовы вести войну, армия не готова, у нас нет вооружения, все плохо, военные идиоты, генералы идиоты. Правильно, абсолютно. Но Гиркин дальше говорит, и надо продолжать эту войну. Вот в чем, что неправильно. То есть, если бы Пригожин сказал, что нам надо сейчас прекратить войну, вывести войска и вернуться на российскую территорию, вот тогда бы это было правильно. Если бы то же самое сказал Гиркин, тогда бы это было правильно. Констатация факта того, что они констатируют тех проблем, которые есть в российской армии, на фронте, между кланами внутри Российской Федерации, она правильная. Они предложения делают неправильно. Сергей, спасибо вам большое. С бывшим старшим офицером службы нелегальной разведки КГБ СССР и службы внешней разведки Российской Федерации, экспертом по международным отношениям и спецслужбам Сергеем Жирновым обсудили междоусобную борьбу кремлевских кланов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова